Добрый день всех сотрудников консткамеры и горожан. Поздравляю с днём нашего музея. Как и, наверное, большинство сотрудников музея, я уже достаточно долгое время связан с этим учреждением, уже не мыслю себя без него. Первые воспоминания связаны, конечно же, с детством. Первое посещение музея в третьем классе, экскурсия. В тот период ещё достаточно всё было строго. Экскурсии очень жёстко ограничены по времени и по числу школьников, в основном школьные и бульные экскурсии, посещающих музей. И, конечно же, самое большое впечатление произвели тогда экспонаты, связанные с разнедеятельностью Петра Великого, основателя города, основателя музея. Довольно, честно скажу, тогда спокойно отнесся к этнографическим коллекциям, да и во время экскурсии на них, как это ни удивительно, не делали акцент. Естественно, наши чудесные анатомические коллекции, Петровские коллекции и Галопом по Европам, точнее по Азиям, Африкам остальные коллекции. В пятом классе я поступил в дворец пионеров имени... произносить ли это имя Жданова, да? Сейчас, к счастью, это дворец творчества юных в Анечковом дворце. И хотелось поступить на секцию археологическую. Наверное, каждый второй мальчишка в мои годы, по крайней мере, в советское детство, мечтал стать археологом. Но занятия были раз в неделю, а руководитель кружка Наталья Владимировна Алексеева пригласила также посещать этнографическое. Занятие этнографической секции. По вторникам мы приходили в пятом классе, я был, это 80-й год, приходили в Кунсткамеру. Нас встречали сотрудники музея, до сих пор помню Татьяну Михайловну Моисееву. Долгое время она руководила затем отделом музея, музеем Ломоносова. Помню Елену Алексеевну Окладникову, которая занятия вела по американским коллекциям. Аркадий Алексеевич Свиридов вел занятия по Китаю, конечно, это произвело впечатление. Я не думал, что через 10 лет я буду его соседом по кабинету и коллегой. Но, конечно, его знания поражали, он замечательно рассказывал. Так что этнография уже тогда легла на сердце и в память. В следующий год были коллекции Российского этнографического музея, тоже замечательные. Но и музей другой, атмосфера другая, очень другая. Кунсткамера как-то мне была ближе. Затем в 85-й год нужно поступать куда-то. Понятно, что это связано для меня с историей, и мне интересен был Восток. Попробую-ка я сперва на Восточный факультет. Исторические экзамены в июле успеются. И в августе, в июле на Восточный, и в августе на ИСТФАК успеются. К счастью-несчастью, поступил на Восточный. И этнография как бы осталась где-то чуть-чуть на периферии, но она не уходила от меня, потому что были занятия группой истории Индии, этнографии Ула Софья Александровна Моретина, сотрудник музея и профессор Ленинградского университета. И вот уже опять этнография, и все курсовые связаны с этнографией. Но тут армия. Армия опять, как оказалось, сплошная этнография, потому что все народы Советского Союза в нашем дружном полку дружно и недружно жили по-всякому. Так что этнографии было много. Горбачевский призыв забрали всех студентов. Когда вернулся, нужно было как-то уже на что-то жить. А появилась вдруг возможность поступить на полставки старшего лаборанта на такая маленькая-маленькая, половинка маленькой-маленькой ставки. Но все-таки это при Кунсткамере в музее. Тогда это еще отделение, Ленинградское отделение Института этнографии и антропологии. И, в общем-то, меня очень дружно приняли коллеги-этнографы Нина Георгиевна Краснодемская, Саврия Александровна Моретина, уже не как преподавателя ментора, а уже как старший коллега. Михаил Константинович Кудрявцев, человек поразительный, эрудированный, знающий непростым характером, непросто с ним было коллегом, но очень принципиальный, боровшийся за свои концепции, вообще-то серьезный товарищ. Александр Михайлович Решетов, чувствуется большой, серьезный такой дипломат, который в дела индологического сектора, подотдела особенно не вмешивался, но чем мог, помогал. В общем-то, тоже важно. Затем был Оксфорд, факультет антропологии и географии, на котором я занимался изучением индийской диаспоры меньшинств Великобритании, и там, бесспорно, самое большое на меня оказал влияние Керри Пич, профессор Оксфордского университета, географ, ну, социогеограф, занимался той тематикой, которой у нас традиционно занимаются этнографы. К счастью, мои коллеги-эндологи сумели удержать меня здесь, связь сохранить с музеем, уже музеем антропологии и этнографии в системе Академии наук, независимо от Москвы, по крайней мере, от Московского института, но дружно с ним. И я вернулся по окончании аспирантура Оксфордского университета, а защищался еще через пару лет после этого, там пока формальные моменты, пока напишешь всю эту диссертацию, и уже вернулся в родную кунсткамеру, и здесь же защищал параллельно диссертацию кандидатскую, а в 2010-м докторскую. Удалось, конечно, пообщаться со многими коллегами, очень жаль, что некоторых из них уже нет, но остались очень приятные о них воспоминания, некоторых я уже называл, Софью Александру Маретину, Михаила Константиновича Кудрявцева, Александра Михайловича Решетова, к сожалению, не стало и Аркадия Алексеевича Саверидова, но он такой вот, если не дух места, то очень важный, по крайней мере, в нашем вот мире, нашего отдела. Когда-то это был отдел зарубежной Азии, сейчас наша часть отдела южно-юго-западной Азии, вот он наш такой тоже очень важный был, товарищ. Ну, как-то так вот полжизни и пролетело, спасибо. Спасибо.